Опять 25, и снова давайте оплатить ежедневенчество, может хватит уже социалки? А, замечательно. А вы знаете, в чем дело? А почему считаете, что социальные программы – это ежедневенчество? Вот, начнем по порядку. Рабочие места создаются? Создаются. Значит, люди будут работать. Работать, подчеркиваю, да? Второе. Спрос создается? Создается. То есть, в экономике становится больше денег. На эти деньги, опять-таки, кто? Да в том числе и ваши любимые бизнесмены получают возможность работать, создавать рабочие места, получать прибыль, продавать что-то и так далее. Да или нет? Как говорил Навальдер, да или нет? Дальше. Что значит социальная программа? Что это? Это образование. То есть, повышение качества рабочей силы, между прочим. Это здравоохранение. Ну, понятно, на самом деле. Да, это ваше здоровье, господа. Это, между прочим, опять-таки, квалифицированные рабочие места, которые создают другое качество жизни для работников и для тех, кто с ними связан. Понимаете, классическая ситуация. Вы закрываете университет, и городок умирает. Это известный в Америке характерный, ведь университет является одним из важнейших работодателей города. Вы его закроете или переведете в другой город, город умрет. Понимаете, то есть, это условия развития и это условия динамики развития. Понимаете, поэтому, ну да, в средневековом обществе социалки, например, не было, да? Ну, живите обратно в средневековье, да? Вам там понравится? Нет, вам там не понравится жить, потому что вы там не выживите физически. Потому что вы уже привыкли жить в тех условиях, которые обеспечивают вам элементарное качество жизни, элементарный уровень здоровья, элементарный уровень гигиены, элементарный уровень безопасности. А это как раз все и есть социальная политика. Это основа современного развития. Субтитры создавал DimaTorzok